книга открытым оком том 4 вопрос 1386 разбор ответов архимандрита амбросия юрасова вопрос 23 слышала что православная византия крестилась двумя перстами почему же мы крестимся тремя отвечает архимандрит амбросия юрасов первые христиане делали начертания креста на лбу груди и плечах айды ним перстом на втором вселенском соборе митрополит милетий показал силу креста сложив три перста и мы с древности крестимся тремя перстами во имя святой троицы прижимая два пальца к ладони знак того что иисус христос имеет два естества божеское и человеческое комментирует ответом россии урасова игнатий тихонович лапкин это полный ответ без всяких сокращений и этот ответ дает человек закончившие духовную академию говорящий полуправду есть большой лжец и более опасен почему же духовник женского монастыря не говорит что со времени борьбы с монофилитами и монофизитами когда отпала нужда тремя перстами свидетельствовать перед отрицающими троицу о своей принадлежности к православию возникла необходимость доказывать что во христе два естества и стали совершать крестное знамение двумя перстами вы ни слова не говорите архимандрит о том что вся русь была крещена князем владимиром в девятьсот восемьдесят восьмом году под знаком двуеперстия а троеперстии не слышал ни один человек насколько большой грех вы берете на себя говоря полуправду двуперстно молились антоний и феодосий печерский борис и глеб митрополит михаил и кирилл туровский сергий радонежский стефан пермский и все миллионы русских людей до ненужной и вредной реформы патриарха никона никона об этом написано в богословских трудах московской патриархии от чего же тогда возник так называемый раскол почему вы об этом не говорите ни слова очень многие люди имеют знания только те какие они почерпнут в церкви и от таких как вы вот эти задающие вам вопрос люди доверившиеся вам запомнившие ваш ответ тем более он теперь напечатан рано или поздно встретиться с людьми которые в течение пяти минут опровергнут ваши умолчания купюру истории вы этих людей сегодняшних ваших слушателей и почитателей умышленно обрекаете на скитание во тьме неведения а после прозрения их обрекайте на то чтобы они может быть прокляв вас ушли в истинный раскол и секты опомнитесь принесите покаяние перед народом я не говорю чтобы вы впредь говорили правду на это вы уже явно не способны потому что вы никого не любите кроме самих себя чучелом огородным стою набитый трухой я человек в переводе и человек плохой сколько раз бывало сам себе повторял ближе к оригиналу а где же он оригинал иван елагин